Спасибо, друзья, что вы мне такой вопрос задали. Там мне Максим задал такой вопрос. А почему, собственно говоря, если есть за минуту с большей глубинной проработкой или за 5 минут? Максим, мой друг, хорошие вопросы задает. Если за 5 минут можно еще глубже погрузиться в состояние нуля, еще там решать какие-то вопросы, зачем мы делаем за 5 секунд? Это очень важный вопрос, потому что мы делаем так, потому как у нас вообще-то сверхзадача развития качеств человека будущего. Это значит работать в условиях неопределенности, чтобы со скоростью инстинктивных реакций генерировать оптимальные решения в соответствии с обстановкой, которая вообще-то все время будет меняться. А там надо делать с бешеной скоростью. Поэтому 5 секунд, да. Конечно, можно и за минуту, конечно, можно и за полчаса, и там отдыхать полчаса. Это все для восстановления. А для того, чтобы быстро снять стресс в экстремальных ситуациях, в условиях жестких временных ограничений, конечно, нужно 5 секунд уметь делать хотя бы. А потом вырабатываются навыки уже, и уже за секунду, за мгновение. Вот почему. Потому что мы школа человек будущего, хомо футурус. А за полчаса снимать стресс, так это любой может. А еще скажете, а я на лыжах снимаю, а я в бассейне снимаю, зачем нам этот ключ? Так носите с собой бассейн, носите с собой лыжи в кармане. Ключ же нужен для тех ситуаций, когда у вас ничего другого нет. Это очень важно. А еще важно, а это вы посмотрите сейчас, переходите на канал Телеграм, там будет сейчас дискуссия небольшая. Я сейчас и текст приготовил, и туда закинул. О том, что вот кто хочет использовать ситуацию скованности и волнения, например, когда встречается с ответственными ситуациями, когда вы чувствуете какой-то дискомфорт, что оказывается это можно применить как самые оптимальные условия для тренировки, чтобы быстрее вырабатывать навыки стрессоустойчивости, иммунитет и способность быть увереннее в себе как раз таки в таких ситуациях, которые обычно вызывают волнение. да, и вот представьте себе, 5 секунд, 5 секунд, значит, возвращаясь к первой позиции, 5 секунд, и мне сейчас там, друзья, пишите, отлично, спасибо вам большое, в ютубе пишите, очень хорошо, что вот оказывается у Гуджиева же тоже было замри там, оцепени, правильно? А потом мне написали о том, что, а ведь есть ещё такое, что может быть колебание глаз у Шапира, ну там не 5 секунд, там дольше это всё делается, и потом ритм колебания там обычно специалист там вводит, вот так вот глазами человека, потом сам человек вводит, там не сказано о том, что можно соединить это с хаотичным движением глаз, потом с колебательным движением глаз, потом с застывшими глазами, то есть сделать формулу Фа. Я вам хочу сказать, что школа человек будущего как раз-таки, это не просто приёмы саморегуляции, это не просто приёмы снятия стресса, это как раз-таки всё более и более новая парадигма, когда человек начинает использовать энергию самого стресса для того, чтобы делать изобретение, для того, чтобы успокаиваться, сам стресс использовать. Это же совершенно другая жизнь. Да, ну вот так, друзья. Долго говорить не буду, поэтому на Ютубе будут ролики, в Телеграм-канал запишитесь, чтобы интересный контент уже посмотреть, и ещё у нас будет ликбез, который вчера проходил, и там много отзывов прекрасных. Спасибо вам, дорогие участники нашей школы, и новичкам спасибо. Многое очень получат в воскресенье, потому что они уже имеют домашнее задание, сделают домашнее задание, и у них повысится настроение, повысится устойчивость, уверенность в себе, появится то, чего давно не было. желание творить, улыбаться, радоваться самому факту жизни. Итак, до встречи.